Всем здравствуйте! Мы начинаем цикл лекций, посвященных основным противопаркинсоническим препаратам. И сегодня я хочу рассказать о таком препарате, как Пронаран или Перебидил. Это агонизм дофаминовых рецепторов. Производят в Франции фирмы Сервье 50 мг красные оболочечные, двояко-выпуклые таблеточки. Основное их активное вещество Перебидил проникает в кровоток, достигает головного мозга и взаимодействует, стимулирует дофаминергические рецепторы, преимущественно типа 2 и типа 3. Что это нам дает? Это дает уменьшение основных противопаркинсонических симптомов. Всех симптомов, все симптомы Пронаран уменьшает, в том числе тремор покоя, в том числе замедленность, в том числе скованность. Три основных момента уменьшает примерно на 30% согласно исследованиям, согласно основной шкале ЮПДРС, которую мы используем на приеме. Что это нам дает? Это дает нам возможность лечить пациента с болезнью Паркинсона как в дебюте, хорошо Пронаран помогает, так и в ходе развернутых стадий болезни Паркинсона, когда если вдруг пациент принимает только, например, леводопу, мы добавляем ему Пронаран, и это позволяет нам уменьшить дозу принимаемой леводопы и отсрочить развитие осложнений. Кроме того, применение Пронарана, согласно исследованиям, уменьшает сам риск развития дискинезии этих леводопоиндуцированных осложнений. И еще одна уникальная фишка этого препарата, особенность в том, что кроме дофаминергической рецепции, он еще влияет на норадренергическую передачу. Что это значит? Он взаимодействует с альфа-2 адренергическими рецепторами и уменьшает основные проявления, которые вызывают увеличение норадренергической передачи. Он уменьшает тревогу, он уменьшает апатию, он способствует усилению, увеличению мотивации, активности. И тем самым, это же те самые симптомы, которые, в принципе, мы практически не можем никак повлиять, ни моторные, ни двигательные, но которые, тем не менее, очень сильно влияют на самих пациентов. Туда же, кстати, относится и вот эта хроническая усталость. Было показано, кроме этого, за счет воздействия на адренергическую активность, стимуляцию у здоровых даже пациентов без болезни Паркинсона или у тех пациентов, которые имеют цереброваскулярные заболевания, у которых снижена когнитивная функция, прием пронорана в дозе одной таблетки на ночь может улучшить, усилить внимание, усилить исполнительные навыки, когнитивные функции, улучшить скорость принимаемых решений, скорость решения каких-то задач и тем самым способствовать улучшению, в принципе, когнитивных функций. Перебедил быстро и практически полностью всасывается желудочно-кишечный тракт и интенсивно распределяется. Максимальная концентрация его наступает примерно через 3-4 часа после приема. И в связи с низкой всасываемостью с белками плазмы он практически не взаимодействует с другими препаратами лекарственными, что это очень важно, особенно у тех пациентов, у которых есть еще и другие соматические заболевания. А вот выведение пронорана носит двухфазный характер и означает, что у него есть быстрая фаза и медленная фаза. И в конце, в результате медленной фазы проноран медленно выводится из организма, и таким образом его концентрация остается постоянной практически в течение более чем 24 часа в сутки. Поэтому, несмотря на трехкратный прием, концентрация остается стабильной, и это очень хорошо для достижения более-менее равномерного, хорошего состояния, двигательного состояния пациента с болезнью Паркинсона. Если говорить о показаниях препарата проноран, то, конечно, это болезнь Паркинсона с учетом всех ее двигательных и недвигательных моментов. Кроме того, используют ее при снижении когнитивных функций ввиду возрастных или цереброваскулярных изменений у пациента. Также его применяют при сосудистых заболеваниях нижних конечностей и в офтальмологии. У пронорана, как и любого другого органиста дофаминовых рецепторов, есть свои побочные действия, побочные эффекты. Они все связаны, конечно, с его дофаминергической активностью и чаще всего носят дозозависимый эффект. То есть могут появляться в связи с увеличением дозы и при уменьшении дозы или по мере адаптации организма к препарату они могут уменьшаться и проходить. Какие же это побочные эффекты? В первую очередь это желудочно-кишечные проявления, такие как тошнота, вплоть до рвоты, может быть легкое поташнение, может быть вздутие живота, может быть небольшая слабость. И все это проходит по мере лечения, по мере адаптации, как я уже сказала. Могут быть проявления в виде галлюцинаций зрительных или даже просто спутанность сознания, может быть просто возбуждение какое-то или головокружение, это тоже может быть. Затем еще такой не очень приятный эффект, как дневная сонливость. Дневная сонливость, она выражена меньше, чем у других агонистов дофаминовых рецепторов, но тем не менее она может наблюдаться. И в этом случае, если пациент водит машину, нужно об этом помнить, потому что в редких случаях дневная сонливость может быть выражена до такой степени, что может привести к внезапным дневным засыпаниям, в том числе и за рулем. Вот об этом моменте обязательно нужно помнить. Кроме того, так как дофаминовые рецепторы находятся в том числе внутри сосудов кровеносных, это может вызвать и снижение давления, падение давления вплоть до статической гипотензии, до предобмороченного состояния, до падения в обморок даже. И, конечно, это тоже нужно помнить и предубеждать. Именно поэтому титрация очень медленная. В течение месяца, полутора месяцев, двух месяцев нужно потихонечку дозу препарата наращивать. Что же будет, если пронаран выпить сразу три таблетки, избежав вот эту нужную схему титрации? Тогда мы получим воздействие на рвотный центр, на особые хеморецепторы рвотного центра и получим симптомы передозировки. Это изменение давления артериального, повышение или снижение, это нарушение функции желудочно-кишечного тракта, тошноту, рвоту. Конечно, в таком случае нужно отменить препарат и начать принимать его заново уже по правильной схеме, так как назначил врач. Принимать препарат пронаран возможно вне зависимости от приема пищи, но обычно рекомендуется принимать или во время, или после еды, чтобы избежать излишнего воздействия на слизистую оболочку желудка. Наверное, все, что хотела я сказать про пронаран, единственный момент, который я предупреждаю всех пациентов, которые смотрят мои ролики, любое самолечение недопустимо, любой препарат имеет свои противопоказания, имеет свои побочные эффекты, и прежде чем включать в его свою схему терапии, нужно обязательно учитывать множество моментов, в том числе и свое состояние, принимаемые препараты, с тем, чтобы не навредить. Сделать это лучше с лечим врачом. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и задавайте свои вопросы в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Спасибо. 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 Спасибо.